Здравствуйте! В студии работает Вадим Дзюба. О том, какие события запомнились русскому миру на этой неделе, узнаем из сюжетов наших народных корреспондентов. В этом выпуске... 150 лет со дня рождения Ивана Бунина отмечают по всему миру. Проект «Музей в чемодане» расскажет о Великой Отечественной войне. Одежда, игрушки, домашняя утварь из березовой коры. Эко-тренд возвращается. А теперь более подробно об этих и других новостях. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения известного российского поэта, первого лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. Специально к юбилею наши соотечественники из Египта провели небольшое расследование и узнали о том, какое наследие оставил знаменитый писатель на Востоке. В этом году отмечается 150-летие со дня рождения великого писателя-поэта, переводчика, лауреата Нобелевской премии Ивана Андреевича Бунина. Он родился в городе Воронеже в 1870 году. Своё первое стихотворение написал 8 лет. В 17 лет опубликовал первое произведение в газете. Затем последовали очерки, рассказы, стихи. «У нас есть уникальная возможность услышать голос поэта». «Одиночки, и ветер, и дождь, и мгла, над положенной пустыней воды. Весь жизнь до весны умерла, до весны опустили сады». Творчество Бунина получило признание как в России, так и во всём мире. Поэт дважды получал Пушкинскую премию, а в 1933 году Ивану Бунину присудили Нобелевскую премию по литературе. Бунин много путешествовал по Европе, Ближнему Востоку и даже был в Египте. Послушайте, как он описывает древнего стража пирамид. «Ноги мои вязнут, Солнце сжжёт тело сквозь тоненькую белую одежду, Пробковый шлем внутри весь мокрый, Но я иду и не свожу глаз со сфинкса. Туловище его высечено из гранита целиком, Приставлены только голова и плечи. Грудь отбита, плоска, слоиста, Лапой обезображены, И весь он грубый, дикий, Сказочно громадный, Носит следы жуткой древности И той борьбы, Что с незапамятных времён Суждена ему, Как защитнику страны солнца, Страны жизни, Отцета, бога смерти. Он весь в трещинах И, кажется, покосившимся от песков наискось, Засыпающих его. Но как спокойно, Спокойно глядит он куда-то на восток, На далёкую солнечно-мглистую долину Нила. Его женственная голова, Его пятиоршинное лицо Вызывает в моём сердце Почти такое же благоговение, Какое было в сердцах подданных Хуфу. После революции в России Он эмигрировал во Францию, Где жил, творил и умер. В 1953 году. Северные мастера Издавна славились Берестяным промыслом. Из берёзовой коры Умельцы делали Резные игрушки, Корзины, Домашний утварь И даже одежду. В XIX веке Этот необычный народный промысел Прославил русских мастеров за рубежом. О том, где в России До сих пор почитают Эту добрую традицию, Узнала Анастасия Кудашева. Береста всегда привлекала Внимание народных умельцев И была верной спутницей древних славян. В неё обувались, Ей расчесывали волосы, В ней хранили продукты, На ней писали. С тех пор прошло много времени, Но этот народный промысел Всё ещё актуален в нашем городе. Черемховец Пётр Дубчак Посвятил 20 лет Художественной обработке бересты. Летом обычно ездит с другом В тайгу за сырьём. Рядом с домом тоже есть лес, Но ведь не всякое дерево подойдёт. В этом деле много нюансов. Снимать бересту можно С деревьев, предназначенных К вырубке лесниками. Нужно искать ту берёзу, Где мало наростов. Обладать правильной техникой срезания. Особое значение играет и период сбора. Вот сокодвижение началось, А заканчивается. И вот пока цветут жарки. После того, как сырьё добыто, Его нужно подготовить к работе. Промываю, укладываю. И под пресс. Все эти основы Пётр узнал 20 лет назад. Тогда он впервые столкнулся с ремеслом, Будучи преподавателем живописи В художественной школе номер один. Предложили на работе съездить В город Нижнеудинск. Там проходили курсы. И вот поехал первый раз В 2000 году. Мне очень понравилось. Потом, в 2001 году, Я ещё раз попросился И поехал Более как бы закрепить это. Ещё что-то узнать. С тех пор он оттачивает свои навыки, Экспериментирует, Вырабатывает свой неповторимый почерк. Работ накопилось немало. Каждая дорога по-своему. Ведь придумана и сделана От начала до конца самим автором. Первым делом Пётр продумывает идею, Затем рисует эскиз, Делает шаблон. И только после этого Обращается к материалу. Но иногда бывает и так, Что сама природа подсказывает Мастеру будущее творение. Посмотреть, если на этом кусочке Хорошо видно. Готовая рябь на воде. Пейзажик. Спокойно, мелко, крупно. Взалеке вот они, домики стоят, поселение. Линию горизонта проведи кисточкой. И то пейзажик. Резьба по берестени – Единственный талант Петра. Живопись, графика, Создание песчаных скульптур, Работа со льдом – Всё под силу Черемховскому дворцу. Часто он побеждает в конкурсах, Принимает участие в выставках. В 2018 году в Дворце культуры Горняк Проходила его персональная выставка. Там были представлены Живопись, графика И, конечно же, изделия из бересты. На достигнутом Петр не останавливается, Постоянно экспериментирует И придумывает что-то новое. Сейчас, например, Работает над обложкой Из бересты для книги. А все знания Петр передает Подрастающему поколению В художественной школе номер один, Которую и сам когда-то окончил. Там трудятся и другие, не менее талантливые мастера, О которых мы расскажем вам В наших следующих выпусках. Как целый музей может уместиться В одном чемодане, Знает наш народный корреспондент Анастасия Волкова Из города Черкеска. На этот раз Она расскажет о технике, Которая помогла одержать победу В Великой Отечественной войне. Вашему вниманию Представлена экспозиция «Музей в чемодане» На тему «Любая война не разбирает своих жертв». Это макет одного из концлагерей в Германии, Жертвами которого сначала были евреи, А после женщины, дети, старики И нетрудоспособные военнопленные. Периметр концлагеря был обнесен забором, Поверх которого располагалась колючая проволока. Мы видим неотапливаемый барак, Людей изнеможденных, голодных, больных. А это место для массовых убийств. Газовая камера. Нацисты использовали газ, Который вырабатывали дизельные двигатели. А после стали использовать Сильнодействующий яд, циклон-Б. 4 килограмма такого вещества Могли убить тысячи людей. И первые эксперименты над этим веществом Были проведены над советскими военнопленными В Освенциме. Груды тел вывозились из газовых камер И транспортировались в крематории. Сами нацисты не обслуживали газовые камеры. Для этого они специально набирали Зондеркоманды из числа пленных. Эти люди были вынуждены Разбирать вещи убитых, Выгружать их тела из газовых камер, Погружать их в машины и в телеги. В случае неповиновения их тут же расстреливали. Узниками одного из таких лагерей Были сестры 15 и 12 лет. Косарева Валентина Ивановна И яценко Людмила Ивановна. Сестры от природы были награждены Хорошим здоровьем, из-за чего Они смогли выжить в тяжелых условиях. Заключенным один раз в сутки Выдавали мерзлую брюкву. И один раз в неделю выдавали буханку черцевого хлеба. 16 часов в сутки работали они. Зимой они чистили снег. Ранней весной они убирали камни с полей. Поздней весной, летом и осенью работали на полях. 29 апреля 1945 года Лагерь, в котором находились девочки, был освобожден. Сестер вместе с другими заключенными Перевезли на грузовых машинах в Брест. А после они переехали вместе со своими родителями в Черкесск. Через некоторое время девочки вышли замуж. Но детей у них так и не было. Видимо, сказались тяжелые годы в концлагере. Но они воспитали чужих детей, которых считали родными. Валентина Ивановна, она стала матерью для двоюродных брата и сестры моей первой классной руководительницы, Жильной Светланы Николаевны. В то время им было 8 лет и 3 года. Валентина Ивановна и Любовь Ивановна были ветеранами гимназии. Но, к сожалению, их сейчас нет с нами. Но память о них будет жить в наших сердцах. Чем сейчас живут российские села? И кто уезжает из больших городов, чтобы заново возрождать народные сообщества, попробовал узнать наш народный корреспондент Александр Рыжов из города Саратова. Смотрим. Люди, которые решили посвятить всю свою жизнь родному месту, вызывают искреннее уважение. Несмотря на отсутствие развитой инфраструктуры, удобное расположение общественного транспорта и обилие развлекательных комплексов, они с удовольствием улучшают свое Невешкино. Я без этой работы себя просто не мыслю. Я считаю, что я должна утром встать и должна быть готова всегда кому-то помочь. В первую очередь я горжусь своими людьми. Невешкинцы, они все-таки смогли устоять. Они остались верны своей земле. Поэтому наше село сегодня и еще живет. Село нередко посещают и волонтеры, которые создали проект «Жить здесь Невешкино». Их работа направлена на организацию культурного пространства в селе, организации выставок, представлений и мастер-классов. Появились желания, если раньше люди не чувствовали, что мечты могут осуществиться, то сейчас, когда видят такие вот какие-то, ну это реальные изменения для маленького села, это реальные изменения, вот то, что появилась площадка. Появились новые идеи. Вот это вот для меня уже важно. Ну, Невешкино – это, во-первых, моя любовь. Возможно, это смысл моей жизни, потому что меня сюда тянет. Вот. Нету такого другого места, которое меня так не притягивает, как родной Невешкино. Ну, планирую, возможно, устроиться в местную школу, учителем истории, если это позволит. Интересен и тот факт, что Невешкино считается хоккейным селом, поскольку местные спортсмены достигали призовых мест в турнирах разных уровней. А этот вид спорта развивается здесь уже с 1996 года. В деревне не так много развлечений, как думается. И как-то у нас хоккей прижился, прижился очень здорово. И мы не собираемся его бросать. Всю зиму играем, зима очень интересно проходит. А лето, ну, вы знаете, как пробовали футболом заниматься, но, к великому сожалению, нам некогда, мы всегда в поле. Поэтому летом у нас другой вид спорта. Считается, что деревня – это скучное и однообразное место. Но жители села Невешкино развеяли этот стереотип. Кто-то из них с упорством продолжает дело своих предков. А кто-то просто предпочел городской суете деревенскую тишину. Однако и те, и другие с любовью и упорством улучшают жизнь вокруг себя. Иногда вечером хочется бросить, уставший. А потом утром встаешь и говоришь – нет, никогда. Здесь, вдали от городской суеты и шума автомобилей, где можно насладиться всей красотой природы, собираются люди, которые могут своими идеями, планами дать селам новое дыхание. Одни приезжают сюда из каменных джунглей, другие живут здесь. И объединяет их одно – вера в светлое будущее российских сел. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе, заявки на участие в которой продлены до 1 декабря. Все подробности на нашем сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания.